Волевое политическое решение продиктовано экономическими реалиями. Украинские промышленники говорят об убытках в сотни миллионов долларов в случае присоединения Украины к зоне свободной торговли с Евросоюзом. Брюссель не готов нести дополнительные издержки ради нового члена европейской семьи. Перерыв и сохранение статуса КВО в сложившейся ситуации единственно верное решение, говорят эксперты. А президент Украины убеждает всех, остановка сделана не для того, чтобы повернуть назад. Альтернативы реформам в Украине, альтернативы европейской интеграции не существует. Возможно, есть временные затруднения. Возможно, на каком-то этапе восхождение на эту вершину плохая погода, которая помешает. Но мы идем этим путем и не меняем маршрут. И не изменяем напрямую к маршруту. В Киеве предлагают создать совместную комиссию из представителей Украины, России и Евросоюза, которая попытается наладить отношения в этом любовном треугольнике. В Москве согласны. Ответ Брюсселя пока неизвестен. Самый прилежный ученик школы восточного партнерства Украина не справилась с домашним заданием Евросоюза. И в итоге сама отказалась от вильнюсской аттестации. Киев старался как мог. Большая часть требований Брюсселя была выполнена. Нерешенной осталась только задача с освобождением Юлии Тимошенко. Юлия Тимошенко не совершила ни одного преступления. Для захворавшего экс-премьера даже придумали специальный закон о лечении заключенных за границей. Вариантов законопроекта написали сразу шесть. Но голосовали за них только соратники Юлии Тимошенко и сочувствующие парламентские фракции. Партия власти и ее союзники в голосовании по этому вопросу вообще не участвовали. В итоге закон не приняли. Правительство решило приостановить работу над подписанием соглашения об ассоциации с Евросоюзом. А евронаблюдатели Кокс и Квасневский уехали из Киева в явно расстроенных чувствах. У нас остановлены все заводы на востоке Украины. И когда мы столкнулись с рисками довольно серьезными экономического характера, на все мои вопросы к представителям миссии Кокса и Квасневского я не слышу ни одного ответа. Приднестровские эксперты считают, для нашей республики важно, чтобы на Украине сохранялась стабильность. Для нас Украина это сосед, это посредник и гарант, это важный экономический партнер, важный транзитный коридор. Поэтому стабильность Украины зависит от многих процессов, особенно экономических для Приднестровья. Сегодня перед украинскими властями стоят сразу несколько непростых задач. Наладить отношения с Россией, параллельно не утратив существующие связи с Евросоюзом, а также не допустить роста недовольства в украинском обществе.